Друзья, всем привет! Тема нашего видео – 10 ошибок устного переводчика. Дело в том, что работа любого переводчика, как устного, так и письменного, оценивается в первую очередь по наличию или отсутствию ошибок. Согласна, Таня? Думаю, что да, особенно в случае с работой устного переводчика. На мой взгляд, самый лучший комплимент – это та ситуация, когда переводчику после выполненного заказа, никто не подошел с комментариями, с какими-то коррективами. Друзья, мы разделили 10 ошибок на две категории. Первая – это, собственно, ошибки подготовки к мероприятию, а второй – вид ошибок – ошибки работы на самом мероприятии. Начинаем с ошибок подготовки. Вариант тот, когда вы считаете себя мастером на все руки и беретесь за перевод во всех областях, перевод без разбора. Конечно, наверное, в параллельной вселенной есть такие суперпереводчики, но в реальной жизни даже самые квалифицированные и опытные специалисты отказываются от заказов, отдавая себе отчет в том, что определенная тематика не близка или не слишком знакома. Запомните, это не признак недостатка квалификации переводчика, это признак самоуважения и уважения к заказчику. Действительно, по нашему опыту переводчики выбирают себе какие-то тематики и на них специализируются. Вот ты, Тань, на каких темах специализируешься? Я специализируюсь на совершенно полярных тематиках – на военно-техническом переводе и на переводе в сфере культуры и искусства. Это две мои самые любимые темы, с которыми я всегда с удовольствием работаю. Но при этом, конечно, я отдаю себе отчет в том, что нефтегазовая тематика либо финансовый перевод не настолько мне близки, поэтому здесь все зависит от деталей заказов и, возможно, я с подобной переводы браться не буду. Да, если вы посмотрели «Доктора Хауса», это не означает, что вы можете работать медицинским переводчиком. С другой стороны, каждому конкретному мероприятию необходимо готовиться. И тут мы переходим к ошибке номер два – отсутствие тематической подготовки. Конечно, все мы живые люди и от ошибок не застрахован никто, но подготовка и предварительный анализ тем и терминов, которые могут понадобиться при переводе, очень выручает и делает перевод увереннее, лучше и качественнее. Друзья, даже наличие профильного переводческого образования и, например, медицинского образования для мероприятий по медицинскому переводу, не гарантируют вам качественную работу. Необходимо всегда готовиться и мы, как компания, всегда, конечно, запрашиваем материалы у заказчика. Если же такие материалы вам не предоставляют, вы всегда можете изучить сайт заказчика, посмотреть предыдущие видео и вы не представляете, насколько это облегчит вашу работу на мероприятии. Но мало только подготовиться и продумать тематику выступления. Необходимо также подумать и о том, как правильно подобрать гардероб, чтобы корректно выглядеть на мероприятии. То есть ошибка номер три – некорректный внешний вид. Неправильно одеться на заказ, нарушить дресс-код и правила приличия. Мало подготовить по содержанию мероприятия, но также не менее важно и безупречно на нем выглядеть. Одежда должна быть удобной, не сковывающей движения, уместной и не вызывающей. Помните, вы идете на работу, а не устраивать личную жизнь. И на вас смотрит также много людей, как и наоратор. Обувь должна быть комфортной, деловой, без декоративных излишеств и не на металлических набоях. Иначе вы будете красовать под удивленные взгляды аудитории. И отдельно скажу, конечно же, одежда должна быть опрятной и чистой. Друзья, уточняйте формат дресс-кода заранее и не бойтесь таких вопросов. Сами по себе они характеризуют вас как профессионала, не равнодушного к работе. И даже синхронных переводчиков видно. На мероприятиях такого масштаба, где требуется синхронный перевод, мелочей не бывает. Работа и синхронного переводчика – это отдельная тема. Рекомендуем вам брать с собой палантин или шалф, если в кабине слишком сильно работает вентиляция, и продумать многослойный вариант одежды на случай духоты, чтобы чувствовать себя комфортно. Ну, раз уж мы затронули тему кабины и техники, давайте поговорим о работе с микрофоном. Неизбежный переводчик сталкивается с техникой. Это является частью его профессиональной ответственности. Не совсем так. Переводчик не должен быть инженером. Он должен уметь устанавливать хорошее отношение с инженером до мероприятия, знать кому звонить и куда бежать в случае ЧП во время мероприятия. И тут мы переходим к ошибке номер четыре. Не проверить настройки микрофона заранее. Очень полезно научиться работать с микрофоном, потренироваться и понять, какое расстояние до микрофона является для вас оптимальным и оптимальным для вашего тембра и вашей громкости. И, конечно, очень важно поблагодарить технических специалистов после мероприятия. Не забывайте сказать добрые слова всем тем, кто помогал вам с материалами, технической частью и организацией. Это еще больше укрепит вашу мепутацию как профессионала. И здесь мы переходим к ошибке подготовки номер пять. Не учиться и постоянно не повышать свою квалификацию, считая, что после вуза вы уже состоявшийся профессионал. Кстати говоря, линговый контакт — это единственная онлайн-школа, предоставляющая такое разнообразие курсов устного перевода. Если вам интересны детали, проходите по ссылке под видео. Допустим, друзья, вы выбрали подходящее для себя мероприятие и готовы на все 100%, но этого мало. Поговорим о том, как правильно вести себя непосредственно на мероприятии. Точнее, о тех ошибках, которые допускаются в реальной работе и которые вы, как мы уверены, допускать не будете после просмотра этого видео. Ошибка номер один — молчание. Прослушать все и молчать — это страшный сон любого переводчика. Выкручиваться любым способом, сгенерировать хотя бы одно предложение по итогам того, что было сказано до этого, и с повышенной внимательностью слушать, что будет говорить спикер дальше. Тренируйтесь подбирать синонимы и заканчивать любое предложение до конца, даже в ситуации бытового общения. Это очень помогает выработать навык правильной грамотной речи. На самом деле, подобные паузы не всегда связаны с неопытностью или растерянностью переводчика. Тут могут вмешаться объективные ситуации, звуковые помехи. Старайтесь максимально сконцентрироваться на речи спикера — это единственный совет, который здесь можно дать. Кстати, Тань, что делать, если ты не понял или просто не услышал оратора? Переспросить или лучше пропустить? На самом деле здесь универсальных советов нет. Все зависит от формата мероприятия, целевой аудитории, спикера, ваших контактов с выступающими и многих других факторов. Главное — не перебарщивать с количеством таких переспросов. Следующая ошибка — отсутствие визуального контакта с аудиторией. Уйти в себя и не держать визуальный контакт с аудиторией вовсе. Устный переводчик — это медиатор и иногда не менее значимое по важности действующее лицо, как и оратор. Важно комфортно чувствовать себя на сцене. Если уткнуться в блокноут, скукожиться и не отсвечивать, ваш перевод будет подсознательно восприниматься также, особенно если это касается работы на сцене. Что касается визуального контакта, то он важен не только с точки зрения этики, но и с точки зрения получения реальной информации от спикеров и от слушателей. Не зря же на крупных мероприятиях спикера транслируют крупным планом на мониторах. И теперь наша следующая ошибка — неправильная работа с эмоциями. Важно уметь держать лицо, не выдавая волнения, несогласия с оратором, возмущения или чрезмерную радость. Все это отвлекает от перевода и создает ненужное впечатление. С другой стороны, мне не раз приходилось наблюдать излишнюю эмоциональность переводчика. Например, если выступает коуч с яркой авторской подачей, не надо копировать ее на уровне эмоций. Эмоции — это международный язык и он понятен без перевода. Простого грамотного интонирования будет достаточно. Например, если оратор выступает в ключе «believe in yourself», не надо копировать его авторскую подачу, а просто перевести это спокойно. Верьте в себя. И эмоции — это, конечно, в первую очередь контроль темпа речи. И отсюда ошибка номер 4 — не следить за темпом. А вот в плане темпа речи как раз имеет смысл максимально настраиваться на темп спикера. Во-первых, в целях общей гармонии восприятия речи. Ну а во-вторых, из самого спикера может создаваться неправильное впечатление о качестве перевода. Если вы говорите слишком медленно, то, возможно, вы что-то недоговариваете. Если слишком быстро, скорее всего, волнуетесь. Настроиться на темп спикера и особенности его речи вам, опять же, поможет заблаговременное изучение видеозаписей и, при возможности, знакомство со спикером до мероприятия. Ошибка номер 5 — не суметь расшифровать свои записи универсальной переводческой скорописи. В заключении комическое. Я бы сказала, трагикомическое. Ошибка — неумение расшифровать свои же собственные записи. У тебя действительно были такие примеры в практике? На самом деле, пока нет и, я надеюсь, не будет. Мы изучаем универсальную переводческую скоропись на курсах, но владеть ей необходимо отлично. Если вы не уверены, что используете символ, который понятен вам на 100% и который вызывает у вас однозначные смысловые интерпретации, лучше придумайте свой аналог, который будет четко понятен вам. Готовить к заказу имеет смысл заранее обдумать, какие знаки универсальной переводческой скорописи могут понадобиться именно вам. Продумать или придумать свои ассоциации, которые будут понятны и логичны именно для вас. Итак, мы рассмотрели 10 ошибок подготовки и поведения на мероприятии. Помните о них, и уже одно это существенно повысит качество вашей работы. Коллеги, успехов вам, процветания и гармонии с заказчиками, спикерами и слушателями. Субтитры создавал DimaTorzok